Всем привет! В этом видео будет обзор на вот такую интересную штуку. Это Bluetooth приемник, который нужен для того, чтобы соединиться со смартфоном, передать на этот приемник со смартфона любую музыку, звук, будь то YouTube и так далее. И, собственно, для того, чтобы отдать это все на борт автомобиля. Собственно, сейчас буду показывать, что эта штука из себя представляет, какая она по функционалу и соответствует ли она своим заявленным характеристикам. Модель называется KLEP08, версия Bluetooth 5.0. Единственный нюанс это то, что частотный диапазон здесь почему-то от 50 до 20. Все это проверю и вам выскажу свои впечатления. В комплекте получаем инструкцию на кучу языков. На английском есть инструкция, но на русском нет. Собственно, из интересного это то, что здесь у нас есть многофункциональная клавиша. Есть возможность переключения треков вперед и назад клавишей громкости. Просто нужно удерживать ее, либо однократно нажимать. И также вот здесь это дублируется. Также есть микрофон, то есть можно отвечать через эту приблуду на звонки. И, собственно, вас будут слышать. Есть индикатор о том, что идет зарядка. И светодиод, который показывает сейчас статус работы. А в комплекте получаем вот сам адаптер и микро-USB USB кабель. Вот такой вот приятненький, фиолетовый. И здесь у нас брендирование Кула. Устройство очень компактное, полностью пластиковое. Кнопка основная многофункциональная находится вот здесь вот сбоку. Здесь у нас на этой грани, собственно, микрофон. Клавиши переключения, о которых говорил ранее, также светодиодный индикатор. На этой грани только повторяются технические характеристики по входному напряжению для зарядки. Это 5 вольт, 0,1 ампера. С этого края у нас индикатор светодиодный. В каком режиме работает, заряжается или нет. Порт для зарядки микро-USB. Итак, пробуем включить. Нажимаем, соответственно, эту клавишу. Видим, что попеременно моргают синие и зеленые светодиоды. Значит, скорее всего, он готов к сопряжению. Следующее, что мы делаем. Находим в Bluetooth-устройствах этот девайс. И смотрим, насколько быстро он будет подключаться. И по какому протоколу. Итак, нажимаем принять. Очень быстро. Буквально какие-то несчастные секунды. Протокол SBC. Смотрим, есть ли вариант у нас настройки на другой протокол. Нет. SBC, AEC здесь нет. Ну, естественно, IPX HD тоже нет. Так, ну что ж, возвращаемся назад. 60%. То есть он пишет, сколько зарядка сейчас самого устройства. И также вот здесь в шторке он также показывает уровень заряда батареи, что тоже здорово. После подключения статус индикатора уже у нас на постоянной основе горит синим светодиод. Ну и подключаем в автомобиль. Слушаем. Смотрим, какой звук. И как стабильно будет работать. Итак, подключились к AUX. То есть сейчас на магнитоле видно, что у нас AUX подключен. На смартфоне я выставил громкость на максимум. На магнитоле я выставил громкость на 10%. И слушаем, какое будет у нас качество звука. Видим, что статус после передачи данных, статус уже другой. Видно, да, что светодиод начинает помаргивать. Ну что, первые впечатления. Мне очень нравится качество звука и мне нравится какой бас. Теперь проверим, будет ли у нас переключаться музыка, то есть треки. Делаю музыку потише. И, собственно, давайте попробуем. Вперед. Все, вперед переключилось. Назад. Назад переключается. Вперед переключается. Ну тут с YouTube еще и раздается у нас интернет через 10 устройств. Короче, в любом случае все работает. Теперь проверяем уровень громкости. Вот громкость регулируется. Индикации, конечно же, нигде нет. Уменьшаем громкость. Все регулируется. Единственное, что нет индикации. То есть регулируется громкость на самом устройстве. То есть здесь, на этом приемнике. Еще один момент, который меня волнует, это постановка на паузу. Работает или нет? Постановка на паузу работает, работает прекрасно. И еще один момент, это будет ли заряжаться данное устройство и при этом продолжать работать. Для этого я, конечно же, включаю это устройство, музыку, и ставлю его на зарядку. Это важный момент, потому что не всегда батарейка будет у вас заряженной. Итак, я его поставил на зарядку. Оно продолжает работать. Смотрим на статус светодиода. И видим, что горит красным. Я не знаю, будет ли вам видно. Да, горит красным. То есть устройство заряжается. Следовательно, оно может без проблем работать и заряжаться. Вот все работает прекрасно. То есть все функции работают хорошо. Теперь проверю на расстоянии 10 метров отойду от автомобиля. И посмотрим, будет ли работать данный девайс. И еще небольшое дополнение. Устройство сейчас стоит на зарядке и оно отключилось. Почему оно отключилось? Это просто потому, что через него не шел никакой звук. То есть где-то спустя, наверное, 5 минут без действия устройство уходит в режим выключения. Это здорово. Значит батарейка будет экономно расходоваться. Если вы забыли устройство выключить, не переживайте. Оно автоматически выключится и сбережет энергию вашего аккумулятора встроенного. Насчет зарядки устройства с 0 до 100 и разрядки. Тут по времени я не подскажу, потому что конкретно этот тест проделывать я не смогу. Это нужно выделить достаточно много времени, какую-то длинную поездку, задействовать это устройство. Но тут уж, простите, такой возможности у меня нет. Я думаю, что надолго хватит. А там уж можете задать вопрос на Алиэкспрессе в магазине официальном. Или погуглить в интернете. Может быть есть какая-то информация по этому поводу. Так, ребята, можно подвести итог тестирования, собственно, этого устройства. Что касается характеристик по частотному диапазону от 50 до 20 Гц. Мне кажется, что здесь опечатка. Я уже такое встречал на другой продукции Кула и вообще встречал на другой продукции от китайских брендов, которые не сильно популярны, не сильно еще раскручены. У них иногда бывают опечатки, им там не всегда правильно подсказывают и так далее, как на русский, как на английский перевести. Ну и в целом они иногда допускают ошибки просто при печати каких-то технических характеристик. Так как звук здесь прекрасный, я могу отметить, что здесь частотный диапазон точно уж от 20 до 20. Тут уж, ну вот, уж поверьте моему опыту. Что касается расстояния. Расстояние, на котором это устройство работает стабильно без задержек, это примерно 12, 13, 14 метров. Опять же, все зависит от того, что у вас за автомобиль, есть ли помехи у вас где-то сбоку. И, собственно, благодаря тому, что здесь Bluetooth 5.0, это современный Bluetooth, который передает данные на большом расстоянии. Если у вас хороший смартфон, то никаких проблем, преград у вас не будет. У меня, по крайней мере, все работало хорошо. И могу в плане вот расстояния, в плане стабильности это устройство рекомендовать. А вот что касается качества звука, то тут уже все очень сильно зависит от того, какие у вас предпочтения. Также здесь есть такая штука, как соотношение сигнал-шум 75 дБ. Могу отметить, что в паузе это устройство не слышно, то есть нет какого-то радиочастотных каких-то помех, какого-то шума. Поэтому, в целом, звук, я думаю, что вам понравится. Даже на большой громкости я не слышал каких-то сильных шумов, искажений. Я думаю, что и у вас никаких проблем не будет. По крайней мере, вот в моем автомобиле все работает хорошо. В общем-то, за свои деньги стоит это устройство очень дешево. Я ссылку оставлю в описании, можете посмотреть в официальном магазине. Я думаю, что за свои деньги это вполне себе очень интересный девайс. Наверное, лучший, что сейчас есть на рынке. Потому что все остальное, даже чуть дешевле, это NoName, который неизвестно сколько прослужит. И качество звука там довольно посредственное. Пробовал несколько устройств, заказывали люди через меня. Ну, просто хлам откровенный. Здесь все нормально. За эти деньги я бы даже сказал отлично. Спасибо всем за внимание. Хорошего всем настроения. Ссылка на кэшбэк будет в описании. Там же будет ссылка еще дополнительно на другие интересные девайсы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok